Ольга Применовна, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей субъекте? Добрый день. Сегодня на 26 августа в Якутии всего за сутки зарегистрировано 6,46 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 22 случая, в Ольнюкском 5 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирненском, Татинском по 3 случая, в Хангаласске и Неренгринске 2 случая, по одному случаю зафиксировано в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Усалданском, Чуровчинских районах. Мы занимаемся точно так же выявлением ближайших контактов, занимаемся их изоляцией и профилактическим лечением. Всего за прошедшие сутки, значит, у нас лабораториями проведено свыше 2700 исследований. За весь период это составило 368 тысяч. К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая, приносим соболезнования родным и близким. Наверное, сегодня самая актуальная тема – это подготовка дошкольно-школьному сезону, когда у нас детки собираются в наши образовательные учреждения. И мы неоднократно говорили, и сейчас хотелось бы повторить, о подготовке со стороны медицинских организаций. Мы привыкли, что мы ходим в школу и в садики обязательно, когда впервые поступают дети, с медицинскими осмотрами. В этом году у нас изменились правила. Мы медицинские осмотры будем проводить непосредственно в школах, а в детских садах. Это медосмотры уже начаты, тех детей, которые впервые поступают в детский сад. Акцентирую ваше внимание, что для школ справок на коронавирусную инфекцию не требуется. Для садиков будет требоваться справочка о противоэпидемических мерах и эпидцепостановки на домашних адресах, и в том числе по заболеваемости коронавирусом. Данную справку можно будет получить в городе Якутске, организованно в детских садах, когда вы будете проходить профилактический осмотр. В районах это единое окно, где вы можете обратиться и получить справку, как и в привычной ситуации по эпидцепостановке. В большинстве наших учреждений уже начаты ограниченные плановые приемы. Акцентирую внимание, что плановые приемы только по предварительной записи. Также мы продолжаем диспансеризацию, профилактические осмотры как взрослых, так и детей, но также по предварительной записи с соблюдением всех санитарно-предапидемических мероприятий. Спасибо большое. Спасибо.